С высокой точностью видеть человека изнутри и грамотно провести сложнейшую операцию. Это стало доступно и реально благодаря аппаратам экспертного класса для операции в области малого таза и брюшной полости. Раньше для некоторых видов хирургического вмешательства приходилось отправлять пациента далеко за пределы области. Сейчас же обнаружить и удалить раковую опухоль любой сложности и размера можно и здесь, в Ульяновске. Каждый наш проект – это показатели определенные. Я могу с определенной гордостью сказать, что за последние два года Ульяновская область, но и наш коллектив, мы все показатели национального проекта, мы их выполняем. То есть это основные показатели – это выявление онкологических заболеваний на ранней стадии. По результатам прошлого года, если взять в общую долю выявленных онкологических заболеваний, то есть 57% выявлено на первой и второй стадии. Это один из самых таких основных показателей. Еще показатель очень важный – это снижение смертности от онкологических заболеваний. Здесь, конечно, цифры не такие, скажем так, радужные, ну, большие, но за последние два года нам удалось снизить смертность от онкологических заболеваний на 4%. Видеоэндоскопический комплекс и эндовидеоскопический комплекс в онкодиспансере работают с января 2024 года. На них уже выполнено 16 операций. Технологии аппаратов помогают быстрее восстанавливаться пациентов и выполнять операции более точно. Здесь очень мощная видеокамера, разрешение 4К, плюс есть режим NBI, это режим особого цвета спектра, когда мы можем четко дифференцировать, насколько доброкачественные сосуды в ткани. Это говорит нам о четкой границе опухолей. Кроме этого, кроме вот такой вот великолепной разрешающей способности, здесь улучшенный инсуфлятор для подачи газа в полость, в брюшную полость, в полость малого таза. И плюс эта стойка укомплектована аппаратом гибридной электрохирургии. Новое оборудование осмотрел губернатор Уляновской области Алексей Русский. В главе региона показали и современный биохимический анализатор, который может выполнять до 600 исследований в день. Все оборудование было закуплено в рамках реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта здравоохранения.